Пресса 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 Для граждан, для россиян, для москвичей, которым они доверяют, которые они по-прежнему читают. Когда они вообще успевают читать газеты, вот казалось бы, да, в нашем ритме живут люди и тем не менее когда-то успевают. Вот по результатам нашего исследования получилось, что если говорить об утре, то это примерно 15-40 минут по дороге на работу, днем 10-15 минут за обедом. При этом они могут отдать коллегам, то есть поделиться, повышая число читателей на копию. Например, говорят так, я бухгалтер, целый день за компьютером, говоришь так, у меня 15 минут, наливаешь кофе, открываешь газету и уходишь в себя. То есть тоже вот всегда ассоциация с таким каким-то приятным времяпрепровождением. А вечером даже до полутора часов может занимать потребление прессы, то есть дома это рассматривается скорее как отдых. Причем люди говорят, вот открываю газету и наслаждаюсь. Ну, тем не менее, мы о диджитале не забываем ни на минуту и можем со своей стороны отметить, что диджитал-версии увеличивают количество читателей благодаря тому, что у нас в рамках нашего исследования есть определенная доля онлайн-интервью и по этим респондентам мы собираем их клик-стрим. Мы можем объединять аудитории печатных версий и аудитории одноименных интернет-ресурсов, что мы, собственно говоря, показали на слайде. Я не буду комментировать каждую цифру, но вы видите, что цифровые версии, они как бы достаточно прилично прибавляют печатным версиям. Принято считать, что эти аудитории не сильно пересекаются, то есть те, кто читают принт, скорее не читают онлайн и наоборот. То есть, как бы пересечение не очень большое, за редким исключением, например, для РБК, в силу того, что их ресурс rbc.ru очень популярный, как бы это пересечить может быть чуть больше. И хотел бы перейти к рекламе в прессе, какие у нас новости на этом фронте. Но доли товарных категорий в суммарных бюджетах у нас практически не изменились. На первом месте ритейл, это где-то 20%, на втором одежда и обувь, дальше идут лекарства и пищевые добавки. Есть категории, в которых отмечен был в период январь-август 2018 года, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, существенный рост. Но в первую очередь это, конечно, развлечение, потому что, вы помните, у нас был очень спортивный год, был чемпионат мира, и это отзывок того самого события. 48% увеличения бюджетов произошло в болтовой технике, рост в интернете, в медицинских услугах, и немножко подросла категория мебель. Кто те самые крупные рекламодатели, топ-15, которые тратят больше всего денег на рекламу в прессе? Но первая пятерка традиционно удерживает свои позиции, это Mercury, LVMH, Valar, L'Oreal, M-Video. Во второй пятерке резко взлетел с 30-го места на 7-й лига ставок, потому что, понятное дело, это у нас, опять же, отзывок чемпионата мира. И вот среди топ-15 у нас еще из неожиданного есть, не побоюсь этого слова, новичок, это Tepel Eco, компания, которая производит всяческие обогреватели, какую-то энергоэффективную тепловую технику. Но это логично, потому что мы же не в тропическом климате живем. Бюджеты по тематике тоже у нас стабильная картина. На первом месте женские фэшн-издания, на втором ежедневные, на третьем еженедельно общеделовые газеты, на четвертом телевиден и так далее. Пресса по-прежнему собирает колоссальное количество упоминаний в других СМИ, прежде всего, на радио и на ТВ. Лидеры в этом у нас коммерсанты из Вести, РБК, Российской газеты и ведомости. Полный список перечислен на слайде, но в силу того, что время моё ограничено, не буду перечислять. Хотела поговорить о таком рекламном формате, как свободные вложения. На самом деле, это очень интересная история, потому что некоторое время назад мы совместно с таким пулом крупных издательских домов, может быть, вы помните, делали исследование, которое было посвящено прессе, и в том числе, какие типы рекламы в прессе привлекают наибольшее внимание. И у нас тогда на первом месте оказались, по тому, насколько обращают внимание на те или иные типы рекламы, оказались пробники. То есть один из видов тех самых свободных вложений. И, видимо, результаты этого исследования были увидены и услышаны, потому что в этом году мы пронаблюдали 14-15% рост по общему количеству выходов свободных вложений. А в некоторых категориях, таких как ритейл, товары для красоты и здоровья, он был ещё больше, ещё заметней. Свободные вложения могут быть разными. Они могут быть на обложке, они могут быть внутри издания, не обязательно там с пробниками или без. Просто где они технически размещены? Так вот, те, которые на обложке, они прямо аж на 40% увеличились в этом году. Ну и внутри издания тоже. С пробниками и без пробников. Те, которые с пробниками дали хороший плюс. И без пробников тоже, в общем-то, были более популярны, чем год назад. Ну такой вот заметили мы тренд. Несколько слов о развитии проекта. Мы по-прежнему поставляем все те же самые географии. Весь тот же объём данных в 2019 году будет поставляться на рынок, будет продолжен. Отдадим результаты по НРС городам. С точки зрения структуры нашей выборки мы постепенно наращиваем онлайн опрос. Это очень важно для нас, потому что я говорила, это как бы мы собираем на этих данных ещё и клик-стрим. Мы получаем некие результаты по принт плюс диджитал. Про новые метрики в прессе я хотела рассказать. Но по предыдущему докладу, который делал Питер, вы могли оценить, насколько новые метрики в прессе. Это сложно. То есть такие слова, которые он произносил, я даже не хочу все перечислять. Там калибрейшн, моделинг, фьюжн и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому внедрение такого плана истории в наш текущий ресёрч – это длительный процесс. Мы в прошлом году делали уже один тест в августе и делились результатами на нашей прошлой клиентской конференции. В этом году мы очень подробно изучали международный опыт в этой области. И в том числе консультировались с Питером. Делали какие-то свои изыскания пробные, какие-то идеи пытались обдумать. И в результате всего этого мы планируем ещё одну более продвинутую версию теста планируем на декабрь этого года. Смысл её в том, что мы хотим дополнить наш традиционный показатель AIR новыми метриками, такими как среднее число контактов со страницей, получить аналог цифровых метрик на выходе. Результатами мы с вами обязательно поделимся, как только они будут готовы. Резюмируя всё вышесказанное, хочу отметить, что суммарная аудитория печатных изданий остаётся стабильно высокой. Пресса по-прежнему является заметным каналом рекламной коммуникации, который предоставляет много разных интересных востребованных форматов. Мы считаем, что новые метрики, основанные на среднем числе контактов со страницей, могут обеспечить прессе гармоничную интеграцию с диджиталом. И мы будем стараться следовать потребностям рекламного издательского рынка в развитии нашего проекта в 2019 году. Большое спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.